35 участников – экспонаты, картины, аппликации, пластилинография и декупаж. Конкурс «Творчество без границ» объединил на одной площадке детей с ограниченными возможностями, занимающихся совершенно разными видами искусства. Ограничений нет, тема не обозначена. Участникам предоставлена полная свобода для действий и полёта фантазии. Их задействуем мы. То есть они не просто пришли в школу, отучились. То есть они всё-таки знают, что они кому-то нужны, чтобы всё-таки приободрить на их творчество, чтобы дети не замыкались, раскрывались, чтобы они показывали своё. Ведь многие дети просто замкнуты в себе, а здесь они раскрываются. На импровизированной сцене отрывок из сказки и танцы. Педагоги и родители помогают детям преодолеть психологический барьер и доказывают, их творчество сияет по-особенному. Уюты паровозины, нарушения слуха, общаться самостоятельно с другими людьми девушка может только жестовой речью. Однако это не помешало ей открыть в себе талант и исполнить песню жестами. Сурдопереводчик говорит, работа была долгой и усердной, но самая важная её часть проявляется на выступлении. Нужно всегда, конечно, контролировать. Ребёнок не слышит музыку, так как она совсем не слышит, то приходится сзади стоять и всё время подсказывать. А так они такие же, как они чувствуют вибрацию музыки. Просто когда погромче музыка, они чувствуют, конечно. Мне очень интересно и очень приятно, песни влияют хорошо на меня. После выступления ребят ожидал мастер-класс, где волонтёры показали, как делать различные подделки из бумаги. Этот фестиваль помогает особенным детям выявить их скрытые возможности. Сами участники доказывают, у настоящего таланта границы быть не может. Алина Пчелинцева, Юрий Реутин, Севенфорбюро.